Всем привет! Это видео о том, как включить, отключить и настроить спящий режим Windows. А также, что делать, если он не включается или компьютер не выходит из спящего режима. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Во время спящего режима компьютер не выключается. Спящий режим характеризуется меньшим потреблением электроэнергии в сравнении с обычным режимом работы компьютера. Часть компонентов компьютера отключается, например, жесткий диск, а часть начинает потреблять меньшее количество электроэнергии. Все запущенные приложения остаются в оперативной памяти компьютера, продолжают свою работу, но находятся в состоянии ожидания. Возобновление работы и спящего режима происходит практически моментально. Вы получаете готовый к работе компьютер за считанные секунды. Настройте или отключить спящий режим Windows 10 можно как в новом интерфейсе настроек, так и в привычной панели управления. Для этого перейдите в меню Параметры, Система, Питание и Спящий режим. Здесь вы можете установить время, через которое будет отключаться экран компьютера при отсутствии активности на нем. А также установить время, через которое компьютер будет переходить в режим сна при отсутствии активности на нем. Или отключить данную функцию вовсе, установив вместо времени параметр Никогда. Также настройку режима сна можно сделать из панели управления, которая присутствует во всех версиях Windows без исключения. Для этого перейдите в панель управления. О том как сделать это мы уже рассматривали в одном из наших видео, ссылка в описании. Установите просмотр параметров панель как крупные или мелкие значки. Выберите меню Электропитание. Нажмите Настройки перехода в спящий режим слева. Здесь вы можете установить время, через которое будет отключаться экран компьютера при отсутствии активности на нем. А также установить время, через которое компьютер будет переходить в режим сна при отсутствии активности на нем. Или отключить данную функцию вовсе, установив вместо времени параметр Никогда. Выбрав меню Изменить дополнительные параметры питания, можно осуществить более тонкую настройку схемы управления питанием и режима сна Время отключения работы жесткого диска при простое Возможность и время включения гибернации или гибридного спящего режима Режим гибернации был разработан предпочтительно для использования на ноутбуках, которым крайне важен заряд батареи и возможность быстрого использования при необходимости. При включении режима гибернации все запущенные приложения из оперативной памяти сохраняются в отдельный файл на жестком диске компьютера, а сам компьютер выключается. Возобновление работы происходит медленнее, чем выход из спящего режима, но быстрее, чем обычная загрузка Windows. После запуска все запущенные приложения и окна будут восстановлены. Гибридный спящий режим будет полезен преимущественно для настольных систем и ненадежных электросетей. Сочетает в себе преимущества спящего режима и режима гибернации. Активные приложения сохраняются как в оперативной памяти, так и на винчестере. Проснуться в правильной форме компьютер сможет даже при проблемах с электроснабжением. Как правило, этот режим уже включен в настольных ПК. Разрешить таймеры пробуждения. Активация данной функции позволяет пробуждать компьютер из режима сна другим приложением, антивирусом, активности по сети или даже обновлением, если в Windows запланирован их запуск на данное время. Кнопки питания и крышка. Здесь можно установить значение действий компьютера при нажатии кнопки питания или при закрытии крышки ноутбука. И так далее. Детально рассматривать все настройки дополнительных параметров я не буду, так как особо трогать их, как правило, не требуется. Можно накрутить. Но в любом случае, в случае возникновения каких-то проблем с настройками режима сна, можно установить все параметры по умолчанию, нажав соответствующую кнопку. Если вы когда-либо сталкивались с спящим режимом компьютера, то наверняка знаете, что пробудить его можно нажатием любой из клавиш на клавиатуре или кликом кнопки мыши. Если вам необходимо отключить такую функцию или наоборот активировать, то сделать это можно следующим образом. Перейдите в диспетчер устройств. Способов много, но наиболее универсальным будет такой. Откройте папку «Этот компьютер» и выберите свойства системы. • Диспетчер устройств • Выберите мыши и другие указывающие устройства • Кликните правой кнопкой мыши по HID «Совместимая мышь» • Свойства • Управление электропитанием • И установите желаемым образом параметр «Разрешить данному устройству выводить компьютер из ждущего режима» • Аналогичную настройку можно сделать и для клавиатуры • Клавиатуры • Клавиатура HID • Кликаем правой кнопкой мыши • Свойства • Управление электропитанием • Разрешить данному устройству выводить компьютер из ждущего режима • Часто пользователи сталкиваются с проблемой, когда компьютер не выходит из спящего режима. Так вот это зачастую происходит именно по той причине, что в описанных настройках убраны галочки напротив разрешений «Пробуждать компьютер мышкой» и «Клавиатурой». В таком случае попробуйте вывести компьютер из спящего режима коротким нажатием клавиши питания. • Если компьютер наоборот не уходит в спящий режим. • Перейдите в панель управления • Электропитание • Настройка перехода в спящий режим • Изменить дополнительные параметры питания • Найдите «Сон» • Разрешить таймеры пробуждения • И переведите данное значение в режим «Отключить» • Как я уже говорил, активация данной функции позволяет пробуждать компьютер из режима сна другим приложением, антивирусом, активности по сети или даже обновлениям. И если какое-то приложение проявляет активность или действует по расписанию, оно может не давать компьютеру уходить в спящий режим. • Второй причиной, по которой компьютер не уходит в спящий режим, может быть клавиатура или мышь. Чтобы проверить есть ли клавиатура или мышь причиной, по которой компьютер не уходит в спящий режим, поочерёдно отключите им разрешение выводить компьютер из спящего режима. И проверьте, будет ли ПК переходить в него. Возможно одно из устройств по какой-то причине проявляет активность или держит связь с компьютером. Это может быть подклинивающая клавиша, попавший мусор, некачественный или изношенный коврик мыши и т.д. И поэтому не даёт ему перейти в спящий режим. Но не отключайте клавиатуру и мышу одновременно. Проверьте их по очереди, иначе могут возникнуть проблемы с выходами из спящего режима. Также проверить какое приложение или процесс не даёт компьютеру перейти в спящий режим можно с помощью командной строки. О том как запустить командную строку мы уже рассматривали в одном из предыдущих роликов. Ссылка в описании. Для этого достаточно открыть командную строку и ввести в ней команду powercfg //requests и в ней отобразятся процессы которые могут препятствовать переходу ПК в спящий режим. Зная о них их можно прекратить. На этом всё. Кажется рассказал по данной теме даже больше чем нужно. Но если всё ещё остались какие-то вопросы по спящему режиму Windows – спрашивайте, будем разбираться. Если данное видео было интересным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал.